Водитель, припарковавший свой автомобиль у дома по улице Дружбы, выйдя, обнаружил проколотыми два колеса. Злоумышленник проколол колеса, но и сам прокололся. Камера видеорегистратора фиксировала все происходящее. Потерпевший уверен, что смог заснять виновника и смонтированные кадры выложил в интернет. О том, почему местный житель таким своеобразным способом борется с неместными автолюбителями, мы решили поговорить с соседями. Человека с видео они тут же опознали, но вот в содеянное не поверили. Вот, ага, Андрюша. Похоже, да? Да. Ну вот как раз его и запечатлели, как он колесо прокололит. Они сказали, я не верю. Нет. Даже видео? Нет, я не верю. А почему не верю? Потому что, ну как сказать, эти люди воспитанные, никогда не ругаются, не скандалят. Не знаю, у нас вообще подъезд очень хороший. Он про того, да что он дурак что ли, он свою машину ставит, всегда у него место забронировано. Он тут какую-то эту старую штучку. Ну может быть кому-то и чужим, все может быть, я не знаю, конечно. Но он серьезный. Я вот сейчас вспоминаю, вот иногда у них мальчик, он гуляет с ним, вообще спокойный, как можно сказать. Он очень спокойный. Может кто-нибудь его место занял. У нас ведь рынок. Вот на рынок приезжают, с рынка приходят, ставят. Ну в общем, кому не лень, все ставят. А что делать-то с ними? Они нас и не слушают. Ставят и пошли на рынок. А подгидишь, тебе нет, и кто-то поставил, и может даже и на ночь, может из-за этого. Нам удалось поговорить с тем самым человеком, который, по мнению пострадавшего, так не любит чужаков в своем дворе. Его машина, кстати, была припаркована как раз на том самом месте, которое ранее занимал пострадавший автомобиль. Андрей Владимирович, мы хотели узнать, зачем вы колеса прокололи у автомобиля? Дома, скажем. Мы это видели на видео? Я на видео ничего не видел. На видео ничего не видно. И с этим терпево я еще поговорю. То есть это были не вы, да? Нет колеса. Вы колеса не прокалывали? Нет. Ребята, вы чухнулись. На видео ничего не видно. Вы себе проблему несете? Кстати, в деле уже пытались разобраться правоохранительные органы. Но они сочли, что отражение в другой машине не может являться доказательством того, что именно этот человек проколол колеса. Потерпевший никакого материального вреда взыскать не смог. И из мести выкладывает подобные ролики в интернет.